всем привет сегодня у нас воскресенье мы решили немножко отдохнуть работа работой отдыхать тоже надо вот на август у нас запланирована поездка на прыжки с парашютом вот решили немножко получить дополнительную дозу адреналина скажем так вот а сегодня мы решили потренировать свои свою заднюю точку вот и пойти на лесной экстрим конечно это не прыжки с парашютом но в принципе потренироваться уже можно да то есть закалить свой дух немножко вот трассы у нас разные от простых до сложных вот надеюсь что мы пройдем вот смотрите нас будем отдыхать вместе вот так у нас детишки в парке развлекаются вот мы уже в парке идем на аттракционы вот жена моя привет скажи так же хотим с пользой случаем поздравить всех с праздником сегодня все-таки праздник вот с днем вдв ребята не ломайте ничего в городе пускай все будет целым вам хочу желать счастья здоровья чтобы у вас всю жизнь было супер и бутылки об голову тоже не ломать вот а мы идем дальше нас продолжается наша подготовка нашему безумным действиям наши девочки тоже готовы красивые у нас в этом обмундирование кстати пошел дождик пошел дождик но я думаю у нас не остановит итак мы проходим этап инструктажа все идем на старт наконец-то уже прошли этап обучения нас тут вообще так-то 7 человек собралось буду снимать стараться сверху все это эперес театр наша жизнь и мы с ним не расслеим вода эперес запомни эперес все это эперес театром навсегда если ты еще не понял куда попал мы сейчас разъясним вот это зал вот звук световые приборы ну а те кто на сцене мы актеры мы не будем попал слыдут тебе в уши просто сиди смотри и слушаем это то что доктор прописал это так для тех кто не знал как одна большая семья как братья сестры друзья здесь нету слова нельзя это небо нашему искусство наша страсть и нам ее ширину брать предстоит на пути чему-то большему эперес все это эперес театр наша жизнь и мы с ним не расслеим вода эперес запомни эперес все это эперес театром навсегда ребят не сказать что это было просто это было шикарно все таки 9 10 метров примерно знаете то есть но есть в этом интерес есть в этом смысл вот сейчас вам попытаюсь показать что там снизу вот там у кого-то даже из наших видно вот таким сегодня развлечением и занимаемся практически под кронами деревьев лазим в общем смысл этого задания такой нужно идти по нижнему тросу сверху у нас еще один трос страховочный и ручка такая то есть мы идем издалека приближается точно такая же ручка вот сейчас мария нам покажет мастер-класс маша давай мы в тебя верим вот то есть надо идти по тросу и тут сложность в том что это все не жестко закреплено влево вправо это очень сложно сдвигать то есть там еще механизм такой специальный и это все на высоте примерно 9 метров над над землей то есть наша черная трасса проходит над над уровнем земли в районе 9 метров я думал все будет намного проще вот это вот штука которая с вот этими палками ребят нереальная тема я прошу прощения дышу не могу так сложно тут вся основная нагрузка вообще ложится в основном на руки потому что на ногах практически не идешь очень близко тросы для моего роста очень близко тросы друг другу расположены и поэтому я не то чтобы как бы иду на ногах мне приходится балансировать вес вверху руками это было очень сложно плюс еще там снизу люди ходят еще и в dv следующий этап наших испытаний это я их назвал висячие поддоны похоже на поддоны которые у нас на стройке используется вот то есть смысл задания в том сложность в том что они во первых в свободном весе находятся да то есть шатаются влево вправо зад вперед это раз во вторых расстояние между ними вот это вот расстояние очень большое то есть не у каждого хватает шага чтобы переступить и плюс когда вы переступаете да то есть у вас тот тот а платформа на котором вы стоите она сдвигается смещается так у нас уже собрались тут зрители за нами наблюдают вот это то испытание про которые я говорил очень сложно вот это испытание было не намного не легче есть очень большая нагрузка на руки не то чтобы страшно но очень тяжело проходить эти испытания вот кстати пользуясь случаем хочу показать как тут система страховки закреплена да то есть металл порядка порядка четырех где-то миллиметров вот так болтами все стянуто вот трос трос надежный конечно таким тросом можно камазы таскать вот фокус наведем оп вот новое испытание брусья то есть они расположены вот в такой интересной форме то есть тут нужно проявить смекалку за что держаться как проходить потому что не за что держаться вообще то есть настолько страховочный трос и натянута вот эта трасса вот такие пироги и так значит наши брусья я их преодолел что было сложно вот этот вот переходной момент да то есть вот если вы видите то есть они с одной стороны перекручиваются на другую сторону то есть вот как бы крученые получается то есть мы начинаем идти с одного края и в середине когда страховочный трос очень близко к брусьям вот вот здесь вот 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 здесь вот так вот здесь вот необходимо перебраться на другую сторону во первых очень близко трос страховочный то есть это нужно как-то сделать опять-таки нагрузки очень большие вот но аттракцион этот все таки интересный самый наверно простой элемент трассы вот между деревьями метров 5-6 и нужно просто перейти по двум тросам которые жестко натянуты еще имеют в середине перемычку вот сейчас мы поднимаемся по бревну еще на этаж выше вот это у нас тарзанка там у нас тарзаночка вот мы сейчас туда вниз полетим вниз полетим да маш мы сейчас вниз полетим полетим здесь у нас тарзанка сквозь пруд вернее над прудом над прудом да то есть да все все нормально это мария наш летчик из летчик-испытатель первого разряда поехали слышали а еще вот тут сейчас я стою наблюдая не знаю вам будет видно нет просто огромные карпы дело в том что у нас здесь лесная застава вот посмотрите рыбацкая застава вот в этом пруду платная рыбалка просто огромные рыбины просто плавают им кидают хлебушек и они всплывают питаются просто на огромнейшие карпы просто слов нет огромный карп молодцы разводят значит вот пролетели мы над этим прудом смотрите какая здесь красота сейчас у нас испытание несложное в принципе просто висюльки такие мы по ним идем я вот прям сейчас в середине остановился чтобы вам снять вот эту красоту просто прекрасные виды здесь прудик остров даже есть его к сожалению сюда не видно но он есть у нас там небольшая заминочка вот поэтому я пока решил вам немножко рассказать вообще о технике безопасности да то есть если вы захотите тоже принять участие в таком увлекательном занятии вот у человека имеется две самоостраховки да то есть два карабина а также накатное устройство то есть на роликах мы катаемся только по металлическим тросом да то есть на тарзанки между двумя точками то есть из точки а в точку б да вот во всех остальных случаях мы используем вот такие карабинчики самостраховки да то есть у нас есть трос за который мы цепляем этот карабинчик самое главное правило самое главное правило в любой момент времени у вас должен быть под подключен да подсоединен к страховочному тросу хотя бы один карабин то есть у вас не должно быть на протяжении всей трассы такого периода когда вы находитесь без страховки да то есть в любой момент вы получается находитесь на страховочном тросе то есть это исключает вообще любые несчастные случаи то есть есть трассы где нужно перекидывать страховки для этого их две то есть вы доходите до середины у вас там ведь какое-то препятствие то есть вы не можете пройти сквозь это препятствие пока не перецепите страховку Так нужно отцеплять не ту, которая зацеплена, а та, которая у вас свободная То есть вы цепляете ее за страховочный трос и уже продолжаете движение То есть отцепив, конечно, предыдущую То есть самое главное правило это, чтобы в любой период, в момент времени Была зацеплена хотя бы одна страховочная стропа Ну, как-то так Следующий момент, да, то есть мы прилетели вон оттуда Вон оттуда мы прилетели Теперь нам нужно подняться на следующий ярус вот по таким вот бочонкам Их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук Вот, знаете, сбоку казалось, что это самое плевое дело А как оказалось, что здесь у всех происходит заминка А не потому что, во-первых, вот так по всякому вращаются И вот эта вся конструкция, она вся вот такая Вот, ну что ж, сейчас будем пробовать Что из этого получится, расскажу далее Так, новые испытания Таблеточки я их назвал Вот такие вот штуки Они на веревках подвешены Подвешены, да, в таком вот состоянии Полностью как бы Шатаются Вот, Сергей У нас уже завершает То есть тут нужно хорошо балансировать вес И в принципе оно будет пройдено И так, у нас уже дело движется к концу потихоньку То есть сейчас мы будем лететь вон в ту сетку Вот в эту сеточку Будем прям в нее бабахаться Как можно Наше последнее испытание Проход по сетке Вот, и в конце нужно будет спрыгнуть Там такой специальный механизм Он такой очень хитрый То есть он как бы создает противовес Вот, ну Алина, я тебя люблю Да давай уже не бойся Все, уже зрители Зрители вот наши Давай, давай Не, не, она вначале Немножко быстро То есть потом Слышишь ролик крутится? Ротор Это жесть Это жесть Все, вот Это просто жесть Ваш комментарий к этому Это жесть Я столько материться стала На этих красках Ребята, подводим итоги Как вам сегодняшний наш отдых Давай, давайте воткнем Сиди сюда Вам понравилось все? Да, это высший пилотаж Юху! Все круто! Да, я жива Это видео, да Все клево, травма Смотрите, вы говорите, что это просто развлечение для детей Да, нога, вон, смотрите Подмышку, подмышку Детские развлечения Вот мы такие серьезные Челябинские ребята Ребятушки, молодцы! Летим высоко Любить друг друга в небе Между звезд и облако Помаши мне рукой Мы на другой планете Придумали любовь И свежий ветер Что ж, друзья Закончилось наше приключение сегодняшнее Что я могу сказать? Вот Что я могу сказать? Всем советую Это небольшое Такое отличное Скажем так Развлечение В это должен попробовать каждый То есть Во-первых, погода не подвела То есть Как видите, у нас Выглянуло солнце Да, то есть Солнышко светит Вот оно Вот оно Вот оно Вот Отличные трассы Отличные То есть, если пойдете Берите по максимуму Берите прям Самую-самую черную Самую максимальную трассу Вот А с вами, как всегда Был Коньков Николай До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok